Подключаем к нашему эфиру Андрея Пянтковского, российского журналиста, политического деятеля Андрея Андреевич. Приветствуем вас. Добрый день. Андрей Андреевич, вновь ядерный удар становится, ну или тема ядерного удара приобретает актуальность. Почему так? Путин занимается ядерным шантажом последние 12 лет. Вот это такие реакции Рен-Корпорейшн и других организаций, они фактически способствуют этому шантажу. 12 лет назад не было принято, и даже раньше не были приняты Грузия и Украина из-за ядерного шантажа. Не было никакой реакции на агрессию в Грузии и на аннексию Крыма. Ядерный шантаж работает как угроза. Но это абсолютно пустая угроза. Я назову вам три причины, по которым я считаю возможность использования ядерного оружия путинским режимом минимальной. Ну, во-первых, я уже сказал, он эффективно работает как угроза, заставляет оказываться от каких-то действий. Даже сегодня он продолжает работать. Ну, например, есть такой пропутинский деятель Салливан в Байденской администрации. Вот он все время держит за рукав и Остина, и Блинкина при каждом новом, новые их попытки увеличить, сделать более качественную военную помощь. Аргументами не надо провоцировать Путина, самое главное не допустить эскалации войны, самое главное не вступить в столкновение с Россией. Ну, какие-то результаты еще приносят. До недавнего времени ему удавалось тормозить передачу Украине оборужения Дехаймерса дальностью более 300 километров. Кстати, по последним, моя информация, которая имеется, эти средства будут все-таки передаваться. Вот, но аж само применение, оно не принесет никакой военной цели. Ну, предположим, Путин совершит чудовищное преступление, да, он может это сделать, и уничтожит какой-нибудь украинский город, убьет сотни тысяч людей. Какой военной цели он при этом достигнет? Что, Украина капитулирует, сдастся, проведет референдум в Херсанской области по присоединению России? Нет. Поэтому политическую цель приносит только угроза размахивания, обрельсения ядерного оружия. Второй момент. Все поведение Путина в последнее время показывает, что проблемы личной безопасности для него даже больше деминанты, чем известные всему миру, его ненависть к Украине и Западу. Мы видим, как он добивается сейчас прекращения огня всеми средствами. Это было его требованием в Стамбуле. Он хотел привязать это прекращение огня под Херсоном в пакет соглашений. Сейчас он договорился с Эрдоганом. Эрдоган взял на себя ту миссию. Макрон, Шольц и Драги. Драган повторяет тот же темничек. Макрона не надо унижать Россию, дадим Путину спасти лицо и так далее. Лица уже не осталось после теракта. И последнее соображение мы еще третье. Почему это маловероятно? Потому что ядерная кнопка на столе, на которую он нажимает. Прости ядерный взрыв, это требуется участие минимум десятка людей. Я могу рассказать всю эту процедуру. И очень трудно представить, что все 10 российских офицеров, которые к этому имеют отношение, оказываются такими безумцами, как Путин. Так что я еще раз повторяю, это очень маловероятно, пока это эффективно работает именно как следствие шантажа и угрозы. Андрей Андреевич, одним все же из пунктов, которые аналитики подают как вероятный для применения ядерного оружия Кремлем, является разворачивание дополнительных сил Альянса НАТО на восточном фланге. И пока что мы полным ходом видим, что эти процессы происходят. Например, я вспоминаю новость до вчера о том, как США перебрасывают 6 истребителей F-22 в Польшу. Также, если мы говорим о Польше, там подписали соглашение о покупке из Южной Кореи 48 истребителей, 180 танков и 600 гаубиц. Ну то есть, это на самом деле довольно приличная история, даже по меркам локальных войн. Скажите, пожалуйста, вот Путин проглатывает все это, он же понимает, что Альянс разрастается, это уже происходит. Но я про Швецию и Финляндию вообще молчу. А почему молчу? Это очень важный элемент, показывает, что Путину никто уже не боится. И это заслуга Украины. В течение пяти месяцев войны никакой второй армии в мире. Я уверяю вас, в декабре финны бы не рискнули, еще в декабре прошлого года, рискнули подать заявку на вступление Финляндии в НАТО. Да и Запад, и, прежде всего, американцы не приветствовали бы эту заявку. Сейчас все знают, что никакой второй армии нет, и финны уже не боятся. Они предустояли более мощному Советскому Союзу достаточно успешно в 1939 году. Все, что вы рассказали, это показывает, что вот таких аналитиков из Ренкорпорейшн, аналитики 15 лет способствовали путинскому шантажу, уговаривая каждый раз уступать ему и прощать ему все преступления. Время этих аналитиков закончилось, а вот те чудовищные преступления, которые совершили русские войска и российское руководство за последние дни, вы понимаете, о чем я говорю, они перевернули сознание на Западе еще раз после Буча и Ирпень, если кому-то это было недостаточно. Сейчас идет заседание Совета Безопасности, где обсуждаются эти преступления Москвы. Это преступления режима всего политического класса. Посмотрите, вся пропагандистская машина с утра оправдывает вот эту совершенно нелепую идиотскую версию. Им особенно, кроме того, что они подлецы, они еще абсолютные идиоты. Им захотелось еще зачем-то привязать американцев, и они еще к своей версии добавили, что это американским ракета Хаймарса. Но предъявите ракету Хаймарса, они все учтены совершенно. Преступления российского политического класса, многих моих коллег, которых я знаю всю жизнь, в том, что они становятся соучастниками этого преступления. Какой я задаю себе вопрос? Прошу прощения, просто напомню нашим зрителям, чтобы они четко сориентировались. Речь идет о Еленовке, то есть о том теракте, который российские войска совершили сегодня во временно оккупированной Еленовке. Да, это последствия этого теракта, сейчас наши зрители могут видеть у себя на экранах. В ходе которого, по предварительной информации, погибло 53 украинских военных, среди которых были бойцы батальона АЗОВ. И что самое примечательное, по информации уже от Российской Федерации, от оккупационных администраций, никто из сотрудников вот этой колонии, которую вы видите сейчас, абсолютно разрушенная, и вот даже кровь, тела погибших бойцов, никто из сотрудников этой колонии не пострадал. Андрей Андреевич, а для чего этот теракт? Ну, то есть, какую цель они преследовали, совершая это преступление? Вы знаете, там уже сейчас каналами, так, краем глаза, и тем более за блогерами, там очень напряженная развернулась борьба. Есть русские фашисты, которые считают Путина недостаточным фашистом, слишком заботящим о своей заднице. А это действительно так. Он очень заботится о своей заднице и хочет, ужасно хочет достигнуть какого-то промежуточного соглашения, которое бы он сумел продать своему народу, как некую фейковую победу. Есть убежденные фашисты, которые, да вы знаете таких, вот вам часто показывают Гиркина, например, или Кэдми, ведь действует на российском телевидении, которые обвиняют Путина в слабости, в мехотелости. И я думаю, возможно, я не чувствую это издевательство над украинским военнопленным и уничтожение 50 украинцев-заключенных. Справеднее этими сторонниками этой ультрафашистской ориентации для того, чтобы даже сорвать какую-то возможность переговоров. Андрей Андреевич. И повязать Путина кровью окончательно, хотя он уже давно в ней с ног до головы. Да, уже больше пяти месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание сегодня оперативное по поводу теракта в Еленовке. В нем участвовал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, глава нашего, главного управления разведки Кирилл Буданов, представитель службы безопасности Украины Василий Малюк. Представляющий обязанности главы службы безопасности, да, Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Любинец. Так вот, в докладе, который представили главы государства, содержалась вот та самая информация, которую мы уже неоднократно озвучили в эфире. В частности, о том, что ни один из представителей охранных ведомств, находившихся в этой колонии, или представителей властей ДНР, так называемых, не пострадал. Ну, чудеса случаются. Вы знаете, я не премоминаю даже такого случая массовые расправы с пленными со стороны гитлеровского режима. Путинские стараются... Ну, Россия уже исчезает с моральной точки зрения как государство. Ведь неужели люди не думают, что через несколько месяцев, когда все это рухнет, они окажутся в таком же положении, как немцы в мае 1945 года? Все нации придется отвечать за эти преступления, ужас, который просто нарастает с каждым днем. Это громадная моральная проблема. Андрей Андреевич, еще очень важно, что по итогу этого оперативного совещания в офисе президента, при участии всех представителей и руководителей главных силовых ведомств страны, имеется конкретная просьба, я не знаю, как бы, проявить реакцию свою у главных мировых сообществ. В том числе речь идет о ПРОООН, Международный комитет Красного Креста, которые, по сути, выступали гарантами, помните, еще при эвакуации из Азовстали? Стали гарантами жизни Азовцев, которые, по сути, добровольно, не применяя оружие, под их гарантиями сдались в плен. Скажите, пожалуйста, как отреагирует мировое сообщество? Ваши прогнозы? Ну, за мировое сообщество я не берусь, и ООНовская бюрократия. Какие реализации тогда, возможно, конкретно? Я думаю, что в ближайшие дни Госдепартамент Соединенных Штатов объявит Россию государством-спонсором терроризма. Но это будет уже очень запоздавое объявление, и слишком мягко. Какой к черту спонсор? Спонсор – это вот кто-то дает деньги каким-то террористам. Российское государство – государство-террорист. Вот именно такая оценка должна быть вынесена. Ну, это последний тест на адекватность мирового сообщества. Какие еще преступления должны совершить путинские агрессоры, чтобы они получили достойную оценку со стороны западного сообщества? Я не знаю, что расскажет Макрон, что скажет тот же Эрдоган. Мне, впрочем, упомянули, Эрдоган формально даже был гарантом вот этой сдачи в плен азовцев. Ну, действительно, мы очень ждем реакции. Ну, хотя бы, согласитесь, если бы Россию исключили из Совбеза ООН, это хоть о чем-то бы говорило. Но я так понимаю, что этого шага мы не увидим. Ну, я не вижу процедуры этого шага. Я разговаривал с многими экспертами здесь. Единственный способ исключить Россию из ООН – это всем выйти из ООН и создать новую организацию. Вот это такой реальный способ. Другого я вижу. Но прецедент был исключением. Советский Союз был исключен из Лиги наций в 1939 году за агрессию против Финляндии. Нет, но терпеть людей-садистов, не знаю, у меня нет слов. Люди уничтожают просто саму Россию. Нам очень долго придется отмываться от этих преступлений. Что самое прискорбленное для нас – уничтожают Россию ценой жизни украинцев. Андрей Андреевич, государственный секретарь США Антони Блинкин в среду этой недели заявил, что намерен с Сергеем Лавровым поговорить. Вопрос из анонсируемых, также он планирует обсудить, сейчас я вам скажу, освобождение двух незаконно задержанных в России граждан США. Это Пол Уиллан и баскетболистка Бритни Грайнер. Напомню, что с 2018 года их держат в российском СИЗО по обвинению в шпионаже. Якобы это будет тоже предметом для разговора. Но мы понимаем, что есть официальная протокольная часть для СМИ, есть неофициальная. Скажите, пожалуйста, о чем могут вестись эти переговоры, возможно, в контексте Украины между Госдепом и Лавровым? Блинкин на этот вопрос уже ответил, он звучал не раз на всех каналах, во всех СМИ, что никаких разговоров, принцип, ничего об Украине за спиной Украины, он сохраняется. И, собственно, разговор Лаврова с Блинкина с террористом, который держит двух американских заложников. И они хотят получить их обратно, выдав им преступника, оружейного короля Бута. Не вижу никаких оснований для беспокойств. Позиция Блинкина, так же, как позиция Остина, всегда была наиболее последовательна в американском эстеблишменте по максимальному сопротивлению российской агрессии и осуждению ее преступлений. А даже я не уверен, вот в контексте этих случившихся новых зверств состоится ли этот разговор. Кстати, читаем сообщение о том, что Красный Крест уже готовит визит в Еленовку, по крайней мере, подали запрос для того, чтобы проверить это помещение. И я так понимаю, что хотят установить все-таки детали гибели украинских военных. Ну, сомневаюсь, честно говоря, о том, что Красный Крест... Я думаю, я могу предположить, что их под каким-то предлогом просто туда не пустят. Ну, потому что настолько грубо слеплены это лошадь и чудовищные провокации, их просто не пустят туда. Они взорвали, видим каким-то термобарическим зарядом, который вызвал пожар. Это информация, которая была, в частности, представлена президенту. Речь не идет об ударе, речь идет именно о взрыве, который там прогремел. Ну, конечно. А что привело к этому взрыву, это отдельно, да, должно расследоваться? Этот вопрос должен расследоваться. Ни в коем случае это не ракеты Хаймерса. Они себя просто подставили этой дополнительной ложью идиотской. Ну, я не знаю, все мировое сообщество должно ответить, но и украинская власть, и украинская. Я думаю, с такими людьми уже просто невозможно продолжать никакие переговоры. Вы ранее сказали, что это практически последний экзамен для всего мирового сообщества на адекватность или на поддержку. А что означает провалить этот экзамен? Например, для тех же представителей Франции или Германии? Ну, провалят они этот экзамен, что-то они скажут, да, с одной стороны. Да, вот я читаю зарубежную прессу. Сведения о взрыве противоречивые. Российская и украинская страна обвиняют друг друга. Вот такой уже это подход, достаточно традиционный. Да, прекрасно, в кавычках. Так, Андрей Андреевич, вы слышали и полку? Я жду основной реакции. Надеюсь, я думаю, что в ближайшие дни, может быть, завтра и послезавтра, Соединенные Штаты объявят Россию государством. Пусть это мягкая формулировка, там, не отражающая, но она очень важна. Потому что у них есть очень серьезные юридические последствия. Если бы эта формулировка действовала несколько дней назад, то в соглашение в Стамбуле не были бы включены положения о снятии с Россией санкций по очень чувствительной для них, по импорту запасных частей для Боингов, про не вели разговоры, по-моему, совершенно неуместные, о размораживании средств Барамовича. И вообще, странная вот эта фигура Абрамовича, его некоторые называют посредник. Какой он, черт, посредник? Он ближайший к Путину человек. Да, нужно вести переговоры с ним, и даже интереснее, чем с Лавровым или с Шойгом, потому что Шойг – мелкие чиновники. А это подельник, один из ближайших к пахану преступников. Но как именно, как с посланцем этого человека, как с послом врага, а не как с каким-то посредником или даже чуть ли не членом украинской делегации, как он иногда себя позиционирует. Андрей Андреевич, позвольте вопрос, немного уже не о Еленовке и не о Штатах, но, тем не менее, мне кажется, важный. 53 европейских депутата в пятницу обратились к президентке Европейского парламента Роберта Метцеля с требованием созвать срочную сессию института для обсуждения последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Напомню, что он недавно обратился к своим согражданам и высказал некое опасение по поводу смешения рас. Ну, в общем, там уже был немного неприкрытый даже фашизм и нацизм, если об этом говорить. Скажите, пожалуйста, почему Орбан доходит так далеко и могут ли действительно его приструнить объединенные европейцы? Ну, потому что Венгрия сейчас уж совсем идет в другом направлении, даже не касаемо вопросов Украины. Нет, ну он распоясался полностью, уже сбросил все маски. Орбан – это хорошо известный вашим силовым структурам человек. Он был завербован еще российско-украинским бандитом Могилевичем в середине 90-х годов, это хорошо известно, и с тех пор находится, когда он был такой еще молодой амбициозный политик, на коротком поводке России, но никогда он не выступал так открыто. Вот вчера, например, пресс-конференция его вместе с канцлером Австрии, это вообще был гимн в пользу Путина. Ну и есть инструменты у европейской комиссии. Одно время они довольно жесткие инструменты применяли в отношении Польши, там за некоторые вопросы реформы и так далее. Ну, это отказ там в больших финансовых привилегиях Венгрии, как члены Европейского Союза. Но, опять же, для этого нужна политическая воля. Потому что все-таки я надеюсь, что вот эти последние преступления, они переполнят вот эту чашу терпения даже склонных к пацифизму европейцев. Единственная возможность остановить эти преступления, что Соединенные Штаты должны передать максимально все имеющее в их руках современное оружие, чтобы героическая украинская армия могла выполнить до конца свою миссию в защиту всего человечества от этой чудовищной орды. Андрей Андреевич, спасибо большое. Спасибо огромное. Андрей Пянтковский, российский оппонентационер, математик, был с нами на связи. Продолжение следует...